Она моя одноклассница, тетя ее. И она вот позвала нас на день рождения, Айгулина тетя. Ну как мы одноклассники. Айгулия тогда, по-моему, училась в четвертом классе, я в девятом. Ну как, гуляли, гуляли, что-то там. И Айгулия так бегала, и Айгулина мама ходила. Я говорю, тетя Люк, ну как, я вырасту, на вашей дочери женюсь. Она мне сказала, дай бог, дай бог. Самое интересное, что Нурбулат Хасенов все же женился на Айгуль. Правда, спустя годы, когда пришел из Аргнии. В то время Айгуль было уже 15 лет. Он увидел ее с подружкой, а затем на дискотеке. Подошел, ну я как бы, конечно, с опаской, потому что, во-первых, взрослый, во-вторых, он был такой, знаете, наверное, как парень гром среди ясного неба. Потому что у него характер такой. Ну он был эмоциональный, вот такой, знаете. Обычно таких людей как бы я старалась сильно обходить стороной. И тем не менее у молодых людей получилось. Сначала это была просто дружба, затем встречи в кино и на дискотеках. А после того, как девушки исполнились 18, она поступила в педагогический колледж, они поженились. Почему мы приняли это решение? Мы иногда с Нурбулатом смеемся. Он говорит, я даже не знал, что я буду жениться. А я даже не знал, что я буду выходить замуж. Потому что наши родители решили, наверное, за нас, как бы, ну, не знаю. Он один день пришел и сказал, что надо пожениться. Я говорю, почему? Он говорит, ну, надо уже. Потому что родители уже между собой говорят, что что ходить, пожениться надо. Женатой супруге Хасеновой уже 33 года. У них двое детей и двое внуков. Становление моей семьи, как бы, благоустройство, да, создание очага было очень, как бы, для меня очень таким тяжелым. Потому что много было пройдено этапов разных. Но считаю, что я довольна тем результатом, который сейчас. Потому что самое главное, наверное, для женщины, для мамы, чтобы дети ею гордились. Муж гордился, дети гордились. Я, конечно, не скажу, что я прям идеальная такая мама, но дети действительно на мною гордятся. Нурблат признается, что сейчас и не представляет свою жизнь без любимой супруги, на которой, как он сам говорит, держится вся их семья. Я ни о чем не переживал. Я знаю, что у меня дети всегда накормлены, сыты. Я, когда уезжал даже, я никогда не переживал за своих детей и за свою супругу. Потому что она у меня хозяйственная. Все, что делает, она делает для семьи. Я сейчас могу просто даже уехать куда-нибудь, даже не спрашивать, что, почем. Она все сама дома. Все как ведет очаг наш семейный. Вот на ней все и держится. Айголь не скрывает, любит мужа за его золотые руки. Может, говорит она, все. Даже дом, в котором они сейчас живут, построен им. Он у меня хозяйственный. Хозяйственно-ответственный. В чем это выражается? Ну, знаете, говорят о таких людях, все тащит дом. Он такой вот, что он делает все для дома. И, наверное, может быть, тогда еще интуитивно, может быть, я разглядела это, что так и будет. Поэтому, может быть, и сказала, да. Нурбулат всю жизнь проработал водителем. За руль сел сразу же после армии. Бригады же раньше были. На обслуге работал. ГАЗ-52. Людей возил, обеды возил. Потом ГАЗ-53 дали. Маленькую машину такую. То ездил я и в Курган ездил. Ну, в рейсы нас отправляли. При Союзе же много же работы было. В гараже машины не стояли, их не хватало. Везде я ездил. На газончике. Потом уже, как... Раньше же, как стаж набиваешь, потом дали мне в Сахозе КАМАЗ. На КАМАЗе я работал. Шесть лет в Сахозе. После развала Советского Союза он стал работать сам на себя. Приобрел машину и занялся грузоперевозками, которыми продолжает заниматься и сейчас. Объехал тысячи километров дорог и множество стран. Сложности везде есть. Какие? Ну, в каком смысле. Что-нибудь там баллон стрельнет, солярку прихватит, еще что-нибудь. Там же мучаешься тоже. То-то, то-то надо сделать. Все надо делать. Все делаешь сам, тебе никто не помогает. Но если с кем-то едешь, например, мои друзья, все друг другу мы помогаем. Такого не бывает, что кто-то стоял и смотрел. Я буду делать баллон, такого нет. Сразу подбегает, один донкрат, один ключ, все, и помогает. Быстро меняем и едем. Нурблат признается, что супруга всегда поддерживает его во всех начинаниях, за что он очень ценит ее. Взаимопонимание должно быть. Уступать друг другу. Не спорить, не ругаться. Вот я так думаю, вот мы сколько лет живем, бывает же там поругаемся, но всегда должен кто-то один уступать. И всегда, ну, я могу уступить, айголи уступает. Мы одинаково у нас все. За годы, прожитые вместе, супруги настолько стали дороги друг другу, что сейчас и не представляют свою жизнь иначе. Мы сейчас стали чаще бывать вместе, вдвоем. Уделять себе больше внимания друг другу. Ну, потому что детей вырастили, дети выросли уже. Вот. Заботиться друг о друге. Я считаю, что это важно по стечении остальных лет. Больше 30 лет совместной жизни срок внушительный. Это 33 года терпения и компромиссов, радости и горести, познания и притирок, которые в итоге, отмечают Хасеновы, привели к мудрости и глубокому пониманию и уважению друг друга. Редактор субтитров А.Семкин